Всем привет, родные! Вы на канале у Светланы Александровны. И место встречи изменить нельзя на моей летней кухне. Да, ребятки, хочу сказать, возраст уже не тот. Гулять вечером, а утром вставать тяжковато, тяжковато. Хотя спиртное, можно сказать, практически я не употребляю. Я люблю домашнее вино. За весь вечер бокальчик я выпила. Ездили с девчонками в кафе мы. Но, ребят, с кафе мы приехали все ко мне. Позже я вам покажу, что значит женщина ушла спать с кухни и оставила всю посуду. Мы мужу позвонили, он оброжег камины, мы все с кафе, всей ворьбой приехали с девчонками сюда, ко мне. Сейчас мои родные выкину. Конечно, погуляв в кафе, приехав сюда, я устала и все, бросила на кухне, вот как есть бросила. Так мы еще здесь столько танцевали. Ребят, я вам передать не могу. А в кафе все сидели, на кого-то смотрели, нам было лень. Ну и дорого, ребятки, очень дорого. Я хочу сказать, что на такую сумму можно дома хорошо сидеть погулять. И там были одни девчонки. А на эту сумму можно собрать мужиков с хорошим, дорогим спиртным. И хорошенько погулять мужикам. У меня девчонки тоже мало пьют, очень мало. Так, ну что, я однако вчера не забыла. Да-да-да, ребят, не забыла. Холодец. Это у меня свиная ножка. Вот одна ее часть. Вот вторая часть. Хвостик. И рулечка. Ничего еще не мыла. Только вот с пакетов достаю. Вот. Это я на ночь, где-то, наверное, часа в два ночи оставила, чтобы оно растаяло. Сегодня будем холодец с вами варить, ребятки. Так, кофе не пила, еще не пила. Только встала. Муж еще спит. Ой, а здесь, полотенечко возьму. А здесь у нас, девчонки, погодка стоит великолепная, солнышко. Вот. Птицы поют. А как поют птицы, я передать ему вам. Вот. Так, дали ему год. Работать так не хочется. И сегодня же еще у меня суджуха в холодильнике. А уже ему время не забыла. Каждый день я его месила, перемешивала. А сегодня уже буду делать суджуху. Ой, ребятки, как хорошо на улице. Но тяжеловато мне. Сегодня разлилилась я. Все дивандыки перекручены. Как мы сидели вчера. Ой, как вы вчера тут хорошо посидели. Как хорошо, что был камин у меня. Не могу сейчас поправлю. Не могу смотреть. Хотела потом поправить с вами, поговорить. Нет, не могу. Потом, знаете, вот в кафе музыка очень громко. У них колонки по всему кафе. Там нет уголочка, чтобы, ну, вот так, умеренно можно было послушать музыку. Нет, ребятки. Я буду делать и с вами разговаривать. Там просто невыносимо. Музыка бахает по башне. Разговаривать невозможно друг с другом. Надо кричать. Пришли сюда ко мне. Тишина, покой. Друг друга слышим. Одним соном помою себе стакан. Кто-то пил вчера своего стакана кофе вечернее. Ночное, ночное, ребят. Часов 12 ночи. Ну, мы, правда, немножко пошагничали с девчонками. Заказаний много. Не доели ничего. Вот. Попросили, нам кафе упаковали. Приехали сюда. А еще что хочу сказать. Знаете, ребят, хорошо гости когда приезжают и думают, все, доедают. Да, да, да. Мои рулетики, что я вчера готовила, ушли на ура. Голубцы, там, наверное, если осталось два штучки, то хорошо. В общем, ребят, стояла еда с кафе, а покушали сначала все мое. Да, елки-палки. Ну, девчонки сластены. Мне, правда, нельзя. А девочкам нужно. Вот. И они, о, мой свисту. И они вас заказали салатики, сладкое. Вот. Мясное заказали. И, честно говоря, сегодня муж будет доедать с кафе еду. Пусть доедает. Вот в кафе не было, это пусть доедает еду. И они, ребятки, никуда не годится. А еще, знаете, праздник, суета. Я могу сказать, что приготовлено, ну, не влюбилась. Можно, но не влюбилась. Эти салаты на майонезах. Нет. Короче, сейчас вы скажете вечно, я недовольна. Ну, общепит, ребят. Я так и называю. Общепит. И там хорошего очень мало. Очень мало. Ой, господи. Так. Кофе. Кофе восстанови мои мозги. И вот больше, как говорится, не от того, да, что там выпил много. А просто не поспал хорошо. Все-таки я ушла с кухни. Девчонок проводили. Последняя, наверное, ушла часов два, в третьем часу сидела долго. Вот. А я потом еще пока привела себя в порядок, косметику смыла, да. Вот. И получилось, ну, не знаю, часам в трём, наверное, угомонилась. И ушла спать. Я же говорю, тут все бросила. Потом я вам камеру поверну, посмотрите. Тут прям хорошо. Тепло. Мои помидорчики уже хорошо взошли. Знаете, что я забыла? У меня розовые и это... Розовые и желтые помидоры. Мои. Семена. Вот. И я баночки не подписала, где розовые, а где... Ну, ладно. Какая разница. Вообще, в этом году у меня нет настроения заниматься рассадой. В прошлом году вся рассада была моя. А в этом году у меня подруга занимается рассадой. Вчера не поехала с нами. В кафе. Она говорит, поздно, не хочу. Ну, не поехала. Ну, я что хочу сказать, что она занимается рассадой. Ну, она продаёт. Не только для себя, ещё и продаёт. Вот я ей скажу, давай, продавай мне рассаду. Не хочу в этом году возиться, не знаю почему. Это у меня первый год такой. А муж такой, а что, давай, я вот тут тебе поставлю. Я говорю, нет, поставить ты всё равно поставишь. Потому и болгарский горький, и болгарский горький перец, и помидорчиков там хоть немножко, но всё равно куда-то ставить надо. Он полочки мне делает, закрывает плёночкой, я вовнутрь, так хорошо. Там температура у них всегда постоянная. И тут светло в этой кухне летней. Так почему я эту кухню люблю? Потому что светло. У нас вот это же зимнее, там навес, тут мы сделали навес, да, летнюю кухню. И получается у нас два огромных окна, навесы, и туда мало поступает очень света. Я в основном свет за лапочку включаю, потому темновато работать. А здесь очень хорошо. И вот муж, надо занавески, от соседей закрыться, туда-сюда. А я говорю, это опять занавески, опять половину позакроем. Конечно, их-то открыл, эти занавески, поэтому я и жалюзи сюда не хочу. Всё равно света много украдёт. Не знаю даже. Занавески, он говорит, надо тёмные, потому будет солнце. Но это да, у нас отсюда настолько солнце летом бьёт, я не смогу под таким солнцем здесь находиться. Занавески нужны. Но всё равно будет не настолько свято. Ой, скорее налаживайся погодка. Мужу моему легче с зубиком. Хорошо очень выходит, слава богу, ему надрезали весну, да, ребят? Оно и выходит, немножко лицо стукло. Сын приехал вчера, поехал, купил ему там обезболивающее и противовоспалительное. Муж, сын, когда занимался зубами, он себе ставил, как они, штифы называются? Ой, не буду врать, не знаю. Вот, ну, короче, вкручивал туда, в это. И вот эти лекарства и полоскания. Ему сказали полоскать мужу соль и сода, вот. А сын поехал, взял. На две с половиной тысячи два лекарства. Представляете, цены, да? Полоскание тысячу с лишним. И это лекарство тоже. О, 1900, по-моему, или 1800. В общем, ребят, сейчас очень всё дёшево. Куда не кинься. Вот он поехал, папе набрал. И вот этим полосканием он стал полоскать. И, мне кажется, ему от этого полоскания хорошо. А хотите, я вам даже покажу сейчас. Подойду, покажу это полоскание. Сейчас, ребят, оно у меня там, в другой кухне. Переобуюсь, сбираю. Иду, иду, ребятки, сейчас покажу вам. Мало ли, может быть, кому-то это... Дай бог, чтобы никому не это. Вот, смотрите, ребят, видите? Лекарство поближе вам. Это вот полоскание. Его полоскать надо. Вот. А другое, ну, то дорогое, ребят. То за тысячу с чем-то. Ну, если хотите, выключу, пойду это. Покажу вам. Другое. Вот это вот почти тысяча. А то, ну, короче, всё вместе две с половиной тысячи. Понимаете? Вот. В общем, цены хорошие. И вот это полоскание, и ему прям помогло. Вот. Кетокруфен. Ой, ребят. Он, конечно, бедный. Измучился. Просто измучился. С этим зубом. Вот, я говорю, столько прожили, да? И я не думала, что вот уже просверлили. Ной выходит. А потом раз и останавливается. Опять она прочистит. Вроде ной выходит. А потом раз и останавливается. Никак не хочет выходить. И всё. Ткань там повредил. И дальше вредил. Ну, и хирург уже ему надрезал. Вот. И говорит. Ну, это, кстати, хирург наш сосед. Он мне после операции очень помогал. Дай бог ему здоровья. Вот. Единственное, знаете, вот сосед, да, хорошо. Он, конечно, с его знаниями. Он очень хороший хирург. Денег-то не берёт. Вот что плохо. Я вот, муж мой, вина сделал. Ну, он у меня хорошее вино домашнее делает. И вот мы ему налили хорошую эту бутылочку вина. Я испекла две булки хлеба. Вот. Ну, и отнесли. Как типа по-соседски уже, понимаете? Вот. Ну, вот такое взял. А деньгами. Ну, что такое две булки хлеба? Да? И эту бутылочку домашнего вина. Да. Это домашнее, это хорошее. И на рынке это всё стоит недёшево. И хлеб мой, и это. Но, ребят. И его работа стоит недёшево. Правильно? Вот. Лучше бы он взял уже, сказал бы сумму. Мы подали, да и всё. Ну, короче, не берёт сосед. И меня он, когда лечил после операции, реабилитация была. Вот. И швы он у меня снимал. Там столько швов было. Мамородная. Вообще. Ну, меня как раз это, вот это, пендамия. Долбаная была, когда я на операции была. Представляете? Вот. Ну, это получается два, а уже третий год. Да? Два года уже точно. Вот. И это. Подступил там кто-то с ковидом. А я после операции должна была 10 дней быть в больнице. А я 6 дней пробыла. И нам говорят, или вас закроют в палате, и выходить никуда не будете. Вот. Или, может, даже, говорят, вас отправят в ковидный этот отделение ковидное. Вот. Потому что вот и на карантин хотели закрыть отделение там на несколько дней, а нас в ковидное отделение всех. Я подумала, думаю, боже мой, вот это ковида нет, еще ковид там заработаю. И домой уехала. Вот. Ну, консультировалась, всё. Ну, и вот ходила к нашему соседу, он как раз мне после операции, вот, я обрабатывал и смотрел, какое состояние было во рту. Операция была очень сложная. Вырезали кисы у меня. Вот. И, как бы, он мне очень помог, хорошо, очень. В общем, доктор от Бога. Вот. Он где-то нашего возраста. Вот такие дела, ребятки. Ммм. Кофе заварилось. Ой, как здесь хорошо. Всё видишь. Птичек видишь. Птички летают. Порхают. Лес же у меня, вот, через дом лес у меня, представляете? Через два дома. Очень красиво. Птицы поют. Прям заливаются, так поют птички. Ну, снежок у нас лежит. Лежит еще снежок. Вот плюсовая температура. Ну, может быть, сегодня даже и потает. Даже на крыше еще, вот смотрю, на соседское, лежит снег, обычно уходит. А морозов нету, представляете? А снег лежит, не тает. Пластмасса какая-то. Хе-хе-хе. Но, ребята, зарядку час я делала. Без зарядки, наверное, вообще не встала. Проснулась, а еще семи не было. Спустилась на первый этаж, походила все нормально. Поднялась семь часов, давай делать зарядку. И так хорошо до восьми делала зарядочку. Потом посмотрела комментарии. Ой, люди, конечно, есть интересные. Я насмеялась. Куда в вашем возрасте вечером идти в кафе? Ну, вот как нужно было написать. Да, вот в нашем возрасте нам уже надо сидеть и вам рассказывать про весь букет наших болячек. Больше нам разговаривать, ребят, нечем. В нашем возрасте, да? А какой возраст? Боже мой, возраст. Возраст у тебя такой, как ты его чувствуешь в душе. Да, видали бы вы наш возраст. В кафе вчера. Как выплясают там девчата. Ага. И одуванчик против них. Если бы вы видели, что они там вытворяют. Но у нас кафе тем, кому за сорок. Но в нашем кафе такое впечатление, что вчера собралось всем тем, кому за пятьдесят. Вот так, ребят. Ой, как мы там хорошо были. Мужиков почти не было. Все попье было. Я как-то по видео смотрела, как женщины отмечают 8 марта. Мужики их привозят, а потом забирают. Одна там вышла, ты Коля или не Коля? А он говорит, нет. Ну там называют свое имя. Ага. А этот охранник, а другой спрашивает, это что нам мужа своего не узнает? А он говорит, с прошлого года еще не забрал. Вот так вчера. Ну я не могу. Мужья привозят, мужья забирают. Стоят девчонки. Позаверзли уже, вышли с кафе, рановато. А муж не едет и не едет. А они наш возраст, слушайте. Выше колена платьички, вот. Все такие красивые. Кто им даст вот такой возраст? Да, сейчас прям. И даже не собирайтесь, я стареть не собираюсь. И не пишите мне о моем возрасте. Хочу, хожу, зажигаю и буду зажигать. Мы успели в кафе сходить, потанцевать. И тут натанцеваться. Этот стол у меня на колесах. Мы его сдвинули практически вот туда, и вот тут бесились. С жара, потом камин. Девчонки уже говорят, так, Светка, давай нам халаты. Переоделись некоторые дамы в халаты. Поснимали свои платья нарядные. Ой, просто, ну, Марта, прошло великолепно. Если бы у мужа лицо не припухло, он бы с нами поехал. Он меня отвез, еще заехали за другой подружкой. Забрали, вот, и поехали в кафе. Вот он меня отвез, а потом приехал, почти нас всех забрал. Еще вот, нас в машину село четверо. Четверо. Или трое? А, нет, трое. Нас, я, еще две девчонки с пакетиками, с сумками. А остальные еще подъехали на такси. Думала, четверо. Нет, нас трое приехало, девчонок. Трое и водитель, значит, четверо. Ладно, ребят, буду сейчас посуду ныть. Сейчас покажу вам. Да-да-да, когда женщина бросает посуду, что творится. А не хочет отключаться мы. Та-да-дам. Видите? Это когда женщина ушла спать. Это когда женщина празднует. Еще сковородка на печке. Вот так, ребят. Не, мне не стыдно. Мне не стыдно показать то, что есть. Продолжаем. Что я использую, когда варю свой холодец? Вариться будет у меня в мультиварке. Это у меня мультиварка-скороварка. Девчонки давно куплены. Качество хорошее. Наше. Сделано у нас даже в Петербурге. Так, значит, берем чашу. Все перемыла уже. Все разрезала на части. Кроме рульки. Рулька хорошо у меня ложится. Она прям вот так на дно хорошо ложится. Так, мясо вот использую то, что я показывала. То есть рулька, хвост. Хвост у меня мясной. Там одно мясо. И большая нога. Больше ничего сегодня ложить не буду. Обычно еще курочку ложу. Но этого много получается. А мои домочадцы жалуются, что у меня всегда мяса много. А за мой водички мало. Так, большую луковицу. Видите, прям огромную луковицу вожу. Потом, когда уже у меня все это сварится, лук и все я это убираю. Не использую. Морковочку я потом меленько режу и добавляю. Так. И получается у меня лавровый лист. Лавровый лист у меня растет дома. Свой аромат по куче. Покажу вам. У меня два дерева. Сейчас я руки вымою. Дальше покажу, какие у меня специи. Когда у меня все сварится, мясо я убираю. Разбираю его, да. И ребятки, потом в холодец сижу. Но это я вам все покажу, все расскажу, как я делаю. Может быть, кому-то будет это и на фоткой. Первое, что мне кажется, сюда подходит это базилик. Очень. Много не увлекайтесь приправ ложить. Это у меня горошек, душистый перец. Обязательно. Ну, здесь я один упал. Два, четыре, шесть. Штук семь горошка вложу. Также перец у меня идет. Смесь перцев. Здесь у меня белый, зеленый, красный. Ароматные. Тоже очень ароматные. Перемолола сама. Я взяла. Он был дробленый. Это я перемолола сама. Много не бывает, сами знаете. Он не сильно горький. Зира. Зира, это, девчата, одно из важных, что должно быть. Да? Аромат. Зиру ложить прям очень мало. И ложу семена. Кинзы. Тоже. Все. Семена кинзы. Можно положить семена укропа. Если у вас есть. У меня семена укропа нету. У меня только уже порошковый. Тоже сама делала укроп. Сейчас принесу. Также сюда можно чесночок. Я чеснок, если честно, добавляю уже тогда, когда разливаю. Вот так вкуснее. Но многие ложат сюда чеснок. Добавляем укропа. Все. Знаете, добавляла пожирек. Ну, вот этих ароматов хватит, я считаю. И так достаточно, да? Можно добавить куркуму. Кто любит желтый цвет холодца, я не люблю его. Поэтому ни паприку, ни куркуму сюда я не добавляю. Морковочка свой цвет даст. Использую соль адыгейскую. Соль сюда обязательно. Прям, знаете, когда водичку вы уже наберете сюда. Воду набираю я такую горяченькую. Вот. Когда наберете, можно даже эту водичку попробовать. Или же берете воду, разводите. Вот. Значит, соли попробовали. И значит, будет у вас такой хороший холодец. Все, ребятки. Я сейчас сделаю это. Вам это тоже, я считаю, ждать меня, пока воду наберу, пока соль разведу. Не стоит. Поэтому я накрою крышкой, включу свою мультиварку. И у меня холодец будет вариться 60 минут. Вот. Потом, когда 60 минут пройдет, я еще возьму и включу на минут, наверное, 30 еще. Вот. Полтора часа будет вариться у меня холодец. Потом остынет и буду разбирать. Вот. Я развила воду отдельно в кастрюльке. Попробовала, говорила, значит, соли соленовато. Ну, с учетом же, что у нас должно и мясо быть соленое. Вот. Все. Вы же приблизительно знаете, сколько водички вам надо. Заливаем сюда. И вот, я думаю, мой холодец будет очень даже вкусный. И соли здесь будет достаточно. Можно потом уже, когда вы будете разливать, попробовали бульон, он-то будет горячий. Если вдруг не досолили, нужно бульон подсолить. Но, ребят, главное не пересолить. Терпеть не могу, когда пересоленая пища. А теперь подготавливаю, ребятки, я. Видите, кишки для суджука. Они у меня разморозились. И все кишки мне надо промыть. Я беру. Ну, эти кишки чистые. Это я не на базаре брала. Я специализированном магазине покупаю. А там, ребятки, все кишки уже обработаны. Но я все равно беру вот так и прогоняю. Поднос положила и прогоняю. Видите? Горяченькой водичкой все промываю. Все отлично. Видите? Промыто. И так мне надо 4 метра сегодня этих кишок. Так, все. Это я вам показала. Пойду готовить теперь мясо. Вот и мясо на суджук. Я его хорошо перемешала. 4 дня он у меня пробыл в холодильнике, мариновался. Сейчас подготавливает муж шприц. Вот его запчасти. Лазер, покажи шприц. Вот он шприц у нас. Сюда наполняется мясо. А дальше я уже вам покажу. Муж берет и накидывает туда мясо. Заполняет, уталкивает. Вот так установили шприц. Сейчас я вам покажу, как одевается кишка. Капнули масло немножко в кишку. Любого масла. И мой муж натягивает эту кишку. Вот так шприцом работаем. Пончик завязали. Набили колбаску. И дальше набиваем колбаску. Вот так много у нас получилось колбасок. Следующий этап. Мы берем колбаску. Берем вот такую иголочку. И прокалываем с двух сторон. Затем берем каталку. И вот так прокатываем колбаску. Хорошо. И складываем. С двух сторон прокатываем. Когда уже прокатали каталочкой, укладываем на какой-нибудь полотенчик. А внизу у нас доска. Вверху опять накрываем полотенчиком. Опять накрываем доской. Доски должны быть одинаковые. Поставила вот такой пресс. Это на один день. Постоит сейчас часов шесть. Я добавлю еще чего-нибудь. Сутки должно быть под прессом. Через сутки мы колбасу свою достаем. И будем сушить. А через двое суток осторожно надо пройти еще скалкой. Суджу долго ждать. Мы с мужем захотели колбаски. Поэтому две штучки отвариваем. Ну, а теперь обжариваю с двух сторон колбасочку. Сейчас накрою. И пусть она у меня постоит. Вау! И пусть постоит прям под крышечкой. И будем кушать. Продолжение следует...